МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы выбираем опята маринованные. У нас три претендента. Золотая долина, Глобал Виллэдж и Огородников. Отлично! Будем разбираться, как выбрать в магазине маринованные опята. С чего начнем? По традиции мы начинаем с упаковки. Когда мы приходим в магазин, нужно обратить внимание на упаковку. В нашем случае это все стеклянные банки. Также вы можете встретить в железной банке и можете встретить в пластиковой. Пластиковую никогда не советую брать, потому что грибы очень быстро портятся. Так, галочкой отметили себе в тетрадке, когда мы проходим в магазин. Хорошо, кроме материала упаковки, на что еще смотрим? Стеклянная хороша тем, что вы можете оценить внешний вид продукта. Следующая смотрим на состав. Должен быть указан состав. Что должно быть в составе? В классический рецепт входит обязательно уксус, это консервант, лимон и аскорбиновая кислота. У меня нет, у меня, смотри, грибы, опята, вода, сахар, соль, горчица, лук, черный перец, укроп и красный перец. А у меня есть уксусная кислота. Действительно нет уксуса? Уксуса нет, есть укроп. Кислота уксусная, пищевая, написано в моем составе. Так, у меня также указана опята, вода, питьевая, соль. Классический состав. Так, то есть получается, Global Village получает у нас за упаковку пятерку, да? Потому что в составе у нас... Global Village 5, да? Ага, у меня здесь прямо... У вас уксуса нет, я не знаю, значит, там какие-то консерванты добавлены другие. Золотая долина, значит, получает на стройку, наверное. Ну, судя по, реально, по составу, здесь нет никаких консервантов. Просто грибы, соль, сахар, перец. Ну, а за счет чего тогда маринад появился, за счет чего сохраняются грибы? Хорошо, и Огородникова тоже ставим пятерку, да? Пять долларов. Отлично. Далее на что обращаем внимание? Далее обращаем внимание. Мы покупаем опята маринованные. Нам об этом пишут на упаковке. Но очень часто добавляется туда не опята, добавляются китайские грибы, намека называются. Переводятся они как скользкий гриб. В России он еще называется чешуйчатый гриб. Ой, мы сейчас видим фотографию, как бы не очень приятное зрелище. Это искусственно выращенный гриб, он не представляет никакой опасности для человека, но он... Так себе. Похож на опенка, но да. А на вкус тоже похож? Он менее выраженный вкус. Так, и вот смотрите-ка. То есть мы сейчас вскрываем банки. Я хотел зачитать. У меня написано «грибы опята», а в скобочках «спешл намеко». Это вот оно есть. Это означает, что это никакой не опят, это совершенно иной гриб. То есть золотую долину мы даже вскрывать можем, не вскрывать, потому что все становится ясно. Так, у меня слезет. Сейчас грязь ударит лицом. Ага, давайте, силачи мои. А вот, впрочем, друзья, если я сейчас с первого раза эту баночку открою, я уйду из студии. Видали? Ну давай, Ваня. Так, дед, пока выкладывай, я с моими мощными руками вскрою. Для начала мы выливаем рассол. Рассол, стакан выливаем. Так, хорошо. Да нет, сейчас. Дим, так ты все еще справиться не можешь, что ли? В смысле? В смысле? Надо-надо зарядку делать по утрам и вечерам. Да, 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 есть! Силач, вот он. Ой, мы тебя поздравляем. Так, что нужно сделать? Вылить маринад. Вылить маринад в стакан. А грибы мы выкладываем в чашку, да? Да, выкладываем в чашку. У меня болят руки. Теперь Дима будет плакать весь тест. Слушайте, если честно, на самом деле, себя перебарываю, я грибы прямо вообще вот... Вот у меня тоже как-то пахнет, прям не очень. Серьезно? А мне кажется, очень аппетитно. Дело только во мне или в грибах? Почему маринад, как клей ПВА какой-то? Потому что он должен быть таким-то, да? В общем, чикучий. Так, когда мы вылили маринад, высыпали грибы в чашку, на что мы обращаем внимание? Нужно обратить внимание на цвет. Здесь у нас Global, Золотая долина указала, что это грибы на мека. Они более оранжевые. Если вы сравните с Global Village, Global Village более темные. Именно так вы можете определить, какие перед вами грибы. Настоящие аппетиты, грибы их аналог. То есть за оранжевый цвет изначально надо ставить минус? Да, это уже не опятка. А у Димы? У Димы тоже достаточно. Global Village, там какого цвета они? Достаточно темные, нет ярко-оранжевого цвета, это опята. Хорошо, тест за цвет грибы прошли, давайте расставим оценки. Золотая долина, это у нас посередине чашечка. Это не опятка, я думаю, единицу, и что будет за облуждение. Да, согласна. Global Village, это грибы, которые высыпала я, они цвета что надо, да, надо сказать, поэтому ставим 5 баллов. И у Огородникова? 5 баллов. 5 баллов, отлично. Следующий тест какой у нас будет? Следующий тест у нас будет на качество. Все грибы должны быть одинакового размера, их ножка не должна превышать 5 сантиметров, а шляпка 4 сантиметра. 4 сантиметра шляпка в чем? В диаметре. Значит, не превышает 5 сантиметров, а в диаметре? Вот у меня достаточно длинные грибы здесь есть, но это и не опята. Но вот у меня большой самый, я вот такой откопала, но он не 5 сантиметров явно. 4 где-то в сантиметре. Также стоит обращать внимание на наличие паразитов. Ой-ё. Чтобы не бегали. Ребят, вы вообще сегодня разлюбите грибы навсегда. Ох ты, а действительно что-то присутствует. Какая-то живность непонятная явная. Я бы даже единицу не стала ставить. Так, ну всё, мы разобрались. Вот у меня тут тоже, если честно, грибочек так себе, я бы четвёрочку поставил. Хорошо, давайте, ребята, давайте расставим тогда оценки. Огородникову четвёрку. За качество. Огородникову ставим четвёрку. Золотая долина. Золотая долина двойку и Global Village. Ну я бы пятёрку поставила, потому что да. Даже по размеру очень хорошие. Да, да. Ну и последний тест. На что ещё стоит обратить внимание? Последний тест. Смотрим на маринад. Маринад у нас должен быть тягучий. Мы это видели, что он тягучий. И должен быть обязательно прозрачный. У меня вот муть. У меня тут небольшие кусочки, но это как бы нормально, я думаю. Вот самый лучший у Дима маринад. Но он прозрачный. Он прям вот хороший. А у меня Global Village, ну как бы... Ну, плавают специи, но достаточно прозрачный. Да, да, да. Ну вот на четвёрочку прозрачный, наверное. В моём случае тройка. Давай, Соня, значит... Давайте расставляем оценки. Значит, золотая долина у нас получает... Ваня, это твои игры были. Тройку. 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 Global Village, который у меня получает четвёрку, и огородников... Пятёрку. Пятёрку. Всё, и давайте я подсчитываю. Да, пока у нас Соня считает. Давайте подытожим, на что стоит обратить внимание. Ещё раз, Ваня, напомню. Основные моменты. На что обращаем внимание при выборе опята? Смотрим на состав. Не должно быть никаких искусственных консервантов Е. Обязательно должен быть указан вид гриба. Опёнок или намека. И обязательно смотрите на цвет и на консистенцию, чтобы были однородные, и цвет был не оранжевый. Ну и чтобы никаких паразитов в грибах тоже не нашлось. Это тоже очень важно. И ещё раз, да, есть грибы какие-то на мека, есть опята. Друзья, просто сами понимаете, что покупаете. Это должно быть написано. Поставь, пожалуйста, баночку, чтобы наши зрители могли оценить грибы. Я вам подведу итог. Значит, Золотая долина, это в центре, которые у нас грибы, они зарабатывают у нас в общей таблице 9 баллов. Global Village 19 баллов. И огородников тоже 19 баллов. А мы благодарим за то, что помог нам разобраться в грибочках маринованных Ивана Лемзякова, специалиста Уральской палаты защиты потребителей. Далее у нас афиша. Узнаем, куда отправиться в ближайшие дни в Екатеринбурге.